Дорогие друзья, меня зовут Владимир Стрелков. Я доктор-технировый висец, наук-профессор, ректор столичной академии малого бизнеса, профессор университета МВД России. У меня там еще таких, так и фигни много. Но дело не в этом. Все свои жизни я посвятил одной теме. О разгадке того, что называется загадочной русской душой. Так вот, эта душа, она удивительная. Мне, конечно, импонирует за мир, который призывает нас интегрироваться с Западом. Я бы не мог призвать интегрироваться и с Востоком, или вообще интегрироваться. Самое удивительное, что это то же самое, что если мы прошлем китайцев, рожать китайцев в Африку, африканцы терпеть не могут, китайцы не приживаются они на той генетике, и хоть тут треснет. Так вот, Запад, он никак не приживается на нашей душе. Она настолько удивительна, что трудно даже себе представить, что она собой признает. Прежде всего, как я вижу, нашего родного соотечественника. Это так называемая полярная личность. Вы, я согласен с вами, Николай, когда интегрируется ум с сердцем, чудно, но все дело в том, что, поверите вы или нет, что сердце наше, оно молчит, оно практически не говорит. У нас есть отдельно брюхо, есть отдельно голова, а тут дырка. Так вот, если мы возьмем западного черта, я на пальцах объясню. Вот три. Ум, сердце, брюхо. Так вот, у нас вот такая вот организация, наша личностная, то есть полярная организация. Возьмем человека Востока, у них вот эта часть слабенькая. У них ум и сердце хорошо работают. А на Западе работает другая структура, вот такая. У них сердце и брюхо без мозгов. На чем смеется постоянно задор? Задор. Задор, да. Так вот, когда мы в такое вот эти, в эти рога попадаем, вот тут-то и начинаются все самые удивительные вещи. Меня симпонирует этот круг, я бы рискнул его поделить на четыре части. Вот так. Так вот, это то, как устроены наши, наша с вами душа. Ну, в психологии это называется структура потребностей. Кстати, это не система, я хотел бы замеры поправиться, или у него нет. Это не система, это структура. Потому что система, она вот так вот строится. По иерархии, как нас великий Абрахам Масло учит, когда пирамиду свои знаменитые потребности изображает. А мы с вами лишены вот этого. Дело в том, что здесь находится то, что называется душа или наше я. Мы всегда горды нашей душевностью. Так вот, наша душевность, она вообще-то, на мой взгляд, под сомнением может быть поставлена. К сожалению, наше я, оно чрезвычайно слабенькое. И тогда вот это то, что Масло уставит на решину, оно девальнируется. А психика, это такая странная штука, она всегда стремится к тому, чтобы фигурка психической организации, или душевной организации, если вам нравится, она стремится к идеалу. Этим идеалом является единственный символ, доставшийся нам от наших предков. Языческий символ, называется он блин. Этот блин благополучно решится, и каждая из его частей живет совершенно автономно от другой. В частности, то, что называется физиологией этого блина. Оно живет совершенно независимо от того, что называется безопасностью этого блина. А общение этого блина, в свою очередь, никакого отношения имеет к безопасности. А безопасность, в свою очередь, к славе. И вот ФСБ. Да-да-да, ФСБ. Так вот. Дальше происходит самое удивительное. Представьте себе, вот эти все части, они живут автономно друг от друга. Спрашивается, что с нами происходит. С нами происходит удивительные вещи. Я прошу прощения у тех, кого я сегодня слышал в ваших выступлениях. Я, может, сейчас скажу не совсем, может, даже приятные или необычные вещи. Так вот, когда мы пытаемся это все облагородить, чему призываясь за мир, я абсолютно солидарен с вами. Вы, как, я не помню, я спросил, готовы по специальному виде программиста. Это действительно программа. Четкая, ясная, сверху вниз, она, ну, программа готова. Но, если мы справимся вот с этой, с этой частью, так вот, если мы возьмем, опять же, человека Запада и сравним с самими собой, как со славянином или россиянином, так вот, у человека Запада, почему у него спрашивается вот такая вот система потребностей, как учит Маслову, а мы повторяем за ним, что мы такие же, как на Западе. И поэтому мы с легкостью можем интегрировать Запад в свою загадочную русскую душу, облагородить ее и вырваться вперед. Не получится, дорогие мои. Не так мы устроены, иначе мы устроены. Мы устроены по типу этого самого блина. И вот этот блин, он предполагает, что мы можем есть его с любой стороны. Хотите, с одной, хотите, с другой. Я, наблюдая опять очередную попытку НТВ организовать очередной кастинг, сегодня объявили набор «Виагу». Можете быть уверены, когда мы придем на место проведения кастинга, там и строится огромная очередь молодых девушек, которые желают петь и показывать, постепенно оголяя все свои места. Потому что у меня, как у зрителя, естественно, возникает желание, что там выше, или а что там сверху. И так оно постепенно уменьшается, уменьшается, уменьшается. Пока, как у знаменитой, ну не знаю, знаменитая, а не знаменитая, певечка, называется она не королева, а королева такая есть певечка. Они вообще вот голые вышли, прошли через весь зал, через весь зал вышли на сцену. А камеры так, как сказать, фиксировали, да не фиксировали, они эти места поставили, ну как это, да нет, закрыли эти места, закрыли эти места, чтобы вас не смущало, детям-то до каких-то лет нельзя же это видеть, меня больше всего умиляет, когда... Это психологические защиты, а это психологические барьеры. Я, конечно, поддерживаю нашего доктора, который сегодня говорил о, как он сказал? Эндорфинах. О дорфинах, о дорфинах. Ну понятно, что дорфины это все в нашей жизни. Конечно, я бы хотел постоянно находиться под действием этих дорфинов. Собственно, наркоманы то же самое и делают, они только искусственно их вырабатывают, ну вместо дорфинов наркота и я в кафе. Не, чип, чип, когда последствия... Ну чип, как угодно, можно что угодно туда быть. Да я не про это. Если кого-то, говорю, обидит, я прошу прощения заранее. Просто я хочу сказать, что как только мы объявляем одно средство от всех бед, радость, или как у Николая, ну, нет, вас немножко иначе, эндорфины у одного автора, здесь сетка у Матрица, у другого автора. И вера, вера, доверьтесь мне, третья автора, это свидетельство только одного. Свидетельство выраженных психологических защитников. Я попрошу извинения за оценочный подход. Это свидетельство того, что мы... Потому что другое для нас, оно не... Что делать? Что рассудить? Что делать? Распутать самого себя. Распутать самого себя. Только не призывами, доверьтесь мне. Я призываю вас ни в коем случае мне не доверяться. Положи все на свой драгоценный интеллект. Вот в этом я абсолютно солидарен с вами. Я абсолютно солидарен с теми, кто говорит, что давайте эндорфины вырабатывать. Но наш мозг, эта штука такая геликатная, она, конечно, вырабатывает эндорфины. Более того, наш мозг способен перерабатывать даже то, что называется моча, ударившая в голову. Удивительно, что у тех, у кого моча... Ну, опять-таки, физиология, я психолог, но тут придется физиологить. У кого моча ударяет в голову, у всех. Но некоторые ухитряются перевести их в разряд эндорфинов. Сахар. Сахар. Сахар испытатель. А другие отравляются. И тут вот, по-моему, говорили вы о том, что так происходит. Понимаете, тут я хочу сказать, что все гораздо сложнее, чем мы пытаемся представить. Я сегодня... Вот, короче, я собрался уставить. Я послушаю, чем же сторонники? Я здесь бывал уже дважды или трижды. Меня приглашали еще до выборов. На съездах я бывал в Единой России. Я не случайно спросил, нет ли кастрюля, в которой варятся сторонники? Посоветуйте. Посоветуйте нам. Посоветуйте нам. Посоветуйте. Дело в том, что я, наверное, к разряду, не знаю, советчиков, советчиков, каких еще? Варцовок, не знаю, прожоков или что-то подобное, наверное, не горжусь. Я, наверное, не горжусь. Как это? Вы же профессор. Профессор я предпочитаю сегодня практичнее жить. Кстати, вы знаете, самый удивительный феномен, как вот это все связать поедино? Чтобы связать на баяне. Сколько вы сказали, у вас сегодня в кармане это десятка, да? Вы возьмите, сходите в банк и возьмите кредит на сумму приблизительно в 10 раз большую того состояния, которое у вас на сегодня есть. И вот тогда вы почувствуете себя настоящим русским человеком. Русский человек единственный, чем может быть мотивирован. Как раз разговор шел. Это долгом своим. Лучше, если он имеет вполне конкретный денежный эвивалент. Вот только когда я должен, вот только тогда во мне что-то начинает удивительно жить. Потому что этот долг, он попадает вот в эту среднюю точку, поскольку нужно жрать сегодня, потом нужно работать сегодня, нужно сходить на заседание сторонников Единой России и хотелось бы еще и на пьедестал. Там мне тоже будет. Если мне удастся так вот свою жизнь построить, но не сразу. У нас ведь, понимаете, мы ведь сторонники не только Единой России, но и короткого замыкания. Как только я пожрал, когда я зубы прочистил, я сразу на пьедестал стремлюсь. Вообще, то, что в данном случае должно действовать, это подталкивать нашим любимым женщинам. Они настолько удивительны, что каждый год это Единой 8 марта для меня. Я в свое время в 94-м году выехал в Норвегию и ужаснулся обеим красивых мужчин и огромным количеством страшных, безобразных женщин. Я думаю, вам показалось. В Великобритании еще больше Франция схваленая красавицы там страшные до невозможности. В Чехию ездил месяц назад. Ужас, они женщины. И когда в 94-м году я в Муромск прилетел, когда в Норвегию мы летали, а Норвегия в те времена занимала первое место по уровню жизни. Они взяли, и мне сказали, чтобы тырить нефть из-под моря. Они взяли, распределили, между всеми, всем хватило. Так вот, там много было, всем хватило. Так вот, когда я приехал в Россию, захожу, сарай назывался таможенный, таможенный, как он называется? Терминал. Терминал. Это сарай деревянный был, в 94-м году еще не успели настроить и терминалов современных. Смотрю, один одинокий фонарь над этим терминалом горит, ну все, и другом тьма. Октябрь месяц, тьма, вечер, я захожу и вдруг вижу женщина моя дорогая, русская, сердце, оно поняло. Я предлагаю аплодирование, вот это, вот это, вот это, оказывается, меня приятно здесь возбуждает с тех пор, где бы я ни был, ну я во многих местах земного шара побывал. А в Испании были? А? А в Испании были? Был в Испании. И что? Ну наша женщина глушится. Ну испанки, Испанки, конечно, я бы сказал, ничего. Но дело в том, что наша рядовая, никакая не красавица, не победительница, вчерашняя мисс вселенная, обычная рядовая женщина, вот я хотел взять вот и пересчитать, она на порядок вышла. Не потому что, не потому что я, знаете, такой патриот женщин наших, а потому что просто они лучше. Я всю жизнь, вот что меня побудило заняться психологией? Я всю жизнь занимался только один. Помню, сижу на горшке в детском саду и наблюдаю за девочками, чем они интересно занимаются. И с тех пор я единственным, чем занимался, это наблюдал за женщинами. И удалось, мне кажется, понять вашу душу, дорогие наши соотечественницы. Все. Давайте, я не родники. Давайте, давайте тактично обращаться. Друзья, называйте школу. Я Владимир Васильевич. Я написала очень важная фраза, что мы отличаемся чем-то нашим. Я об этом в самом начале и сказал, что есть нечто наше, чем мы делимся с миром. Мир, вот если уж так привести его в такой вот, берем там запах, как они там загнили в этом болоте, все такое, понимаете? На самом болоте там есть очень важные микроэлементы. Вот оно вроде такое, но там растет, вот там лотос такой прекрасный, он использует такие микроэлементы, самые важные. Мы можем стать тем самым прекрасным белым лотосом, но мы вместе, мы не отдельные, мы едины с миром. Это очень важно. Именно русский язык позволяет иметь расширенное сознание, чувствовать единство в этом фильме. Знаете что, сейчас, буквально через 5 минут придет Алексей и мы будем смотреть шикарный фильм про инноваторов, про то, что дороже денег, что движет нас. Это будет шикарный фильм, вот он сейчас, буквально через 5 минут он начнется. Ну и два слова, да. Леонид Герасименко, я, Николай, хочу, все-таки, какой-то вопрос ответ вам дать. Сейчас, сейчас кино, сейчас, сейчас, сранится, сранится, нам дали, что, берем истории, вот это, что, что, в этом году, что, что, великая русская душа, это другое совершенно. Но чем ценится русский человек, и чем, на мой взгляд, я был своим миром, конечно, вот я и использую эту опцию, великая русская душа, она показала всему окружающему миру, за которым мы с вами живем, что истина именно в этом, в состоянии радости, любви, вот эти торфины, которые мы забыли, что такое, как их вырабатывают. Мы загнали в определенное состояние, когда мы забыли, что такое радость своего рода, когда мы забыли слово семья, когда мы забыли слово, опять же, вот, интерфину для каждого объединения того, что русская душа быстро все понимает. Мы сегодня есть истина. Если мы истина, тогда мы объединемся. Мы пойдем, может быть, с какой-то решеткой на какую-то сковороду, не хватит. Но я тоже привык слышать, понимаете, я слышу то, что мне приятно слышать, понимаете. А когда меня лишили, меня лично, я говорю про тебя, меня лишили возможности в этом государстве жить и радоваться, я ищу способы, как человек и народ к этому состоянию, понимаете, я слушаю, я слушаю и слышу, и слышу, любой человек, и мы в том числе. Вы будете слышать тогда, когда вы слышите. Ну, давать нам информацию, которая нам, вот, если вы пойдете после этого, пойдете решетку, сковородку, а там внизу, ниже пояса, что-то интересное, это мне неинтересно. Я свое мнение говорю, неинтересно. Покажи мне другую схему, понимаете. Когда в середине, вообще, вся система построена не брать, когда в середине написано, русская душа, вот мне надо разобраться, то целые институты, профессора, там все остальное разбираются. А я, это верный человек казак, я разбираюсь в том, что мои пращиные мне передали. Мой учитель, Никита Николаевич Моисеев, сейчас ты не бестоличный. Он мне говорил так, сынок, я сказал родники, он уже обиделся. А я всем говорю родники, потому что я един со всем пространством. У меня нету хороших, плохих, красивых, зеленых, белых, правых, левых. Истина вокруг меня. Вот если я в этой истине найду то, что я заслуживаю, и как я буду идти, и что я буду делать. И моя душа в конце моего пути скажет, Леня, спасибо тебе, ты как-то доказал, что ты есть ты. Больше ничего не надо. И будет объединение, будет система, мы не будем ругать, президента, мы не будем ругать себя, мы не будем ругать общество, не будем обсуждать эту систему, мы будем просто двигаться и создавать инновации. И слышать, и слушать друг друга. Вот это истинка, правильно? И Моисеевна такие же слова говорит. Поэтому я счастлив любому объединению, любой системе. Но я несчастлив, извините, я не слышу, вот эту систему не слышу. Когда мне самое интересное, пока что я ниже пояса. оно здесь, даже по рисунку пока, вот здесь у тебя истина. Леня, иди сюда. У тебя истина, у тебя сразу 20 тысяч появится, потом еще 20 тысяч, тебе какой-то дядя бонус даст, а потом ты узнаешь, что такое сковородка, блин, блин, вот русский народ всем называли, мы блиновые, значит, в первый раз. Это блин. Мы все знаем, но мы не знаем, мы сейчас услышали шевелку слова блин. Мне понятно, что профессора не любят, когда я говорю родники. Спасибо, уважаемые прописки. Своё время, Академия, наука. Да, я не могу любить, это ваше дело. Так вот, маленькая ремарка, я вас слушал. Маленькая ремарка. Самое главное, что вы можете двигать на любых процессах, это маленькое, незнакомое понятие душа, которое мы забыли. Мы забыли его. И мы ждем, когда нам кто-то придет и скажет, Леня, Вася, Петя, а ты загляни вокруг себя, вспомни свою пращу. Полюби свою семью по-настоящему. Уйди от этого всего, чего тебя загнали. Нам все показали, и очереди, и решения, и все. Вокруг нас все есть. Но мы, мы потеряли истину смысла вот этого духа. И на мой взгляд, сегодня, осознав это, мы сотворим все, что хотите. Даже то, что с нас вызывают. Сначала не что-то, потом сковородка, глиб, все остальное. Мы это сделаем. Нам, нам. Главное. Но мы не делаем, что к шагу, поскольку. Это мой взгляд, это главное. Поэтому, Николай, вы здорово научились говорить. Вы классно ведете систему. Друзья, вы рассказываете правду, правду, собственного я. Но вы не учите эти я, вот того обществу, которое... Вот это очень важно почувствовать, общество я. Дорогие друзья, сейчас начнется шикарный фильм. Пять минут, небольшой перекур. Мы сейчас туле тут все расставим. И начнется премьера. Очень, очень, очень. А, ну, пока мы стулья расставляем, скажи, что-нибудь хорошее надо, Ярослав. Видишь? Дорогие друзья, хотелось бы обратиться к вам, что здесь Замир говорил о... о послании президента. Изучать послание стали, только после того, как он озвучил. Президент говорил о экономике изобилия, о технологиях, которых мы не слышали. Это благоденствие в каждый дом, электричество в каждый дом, это освоение территории. Вот кто-то смеется, но пройдет время, когда Путин выступит, и все как попки начнут говорить, о, точно, да, да, Путин сказал, и мы это повторяем. Вы как попка будете говорить, мы говорить этого не будем. Будете, дорогие друзья. Точно так же, как сейчас произносится вот это, мы изучили. Где были вчера? Где были вчера? В очереди стояли. Вот, в очереди стояли, правильно. Автономная энергетика. Идет война. Мы читали послание Путина, но не читали, что до этого. Идет война. ежедневно умирают наши люди. И пока мы разбираемся, блин это или не блин, таблица или не таблица, детишки умирают. Дети ежедневно оканчивают школу, и они получают не те знания. Вы пользуетесь информацией, родники. Вы сами что-то делаете? Конечно. Ну так вперед. Конечно, делаю. Я почему не высыпаю? Потому что делаю ежедневно, снимаю и выкладываю. Это то, что возможно донести информацию до людей. Вот вы выступили, и это увидят в сети. Это же круто. Кто-то расценит ваши слова, примкнет. Я всех превращаю в вас в холодной войне. Вот, правильно. Баня, баня, прорубь, эндорфины. Нет, только прорубь. Бани нету. Одна прорубь. А баня? Ко мне сегодня пришла учительница, мне медик. 78 лет. Она говорит, я. 78 лет. Поняла, что такое радость. Что такое эдорфины вот эти вот и все остальное. Она пришла искупаться, ездит опять водорубь. Низия, больше не вспомнила. Остановись. Низия, а завтра приходи. Купание в проруби. В прорубь. Решение. Всех в прорубь, дорогие друзья. Всех врагов России. Всех в прорубь. А? Я вообще не согласна. Можете дать интервью? Дайте интервью, пожалуйста. Интервью, ремарку. Да, давайте. К сожалению, я пропустила первое выступление. К сожалению. Да. Поэтому в первом выступлении говорилось следующее. Человек должен хотеть и желать. Но я не услышала главного на самом-то деле. Мало хотеть и желать. Простите, лежа на диване на пятой точке. Надо делать. Вот этого я не услышала. Может, это говорилось ранее. Не знаю. Но если человек будет хотеть и желать, а не делать, то грош цена этим мечтаниям. Это первое. А вторая ремарочка была здесь в говоре на следующем. Что мы должны. Должны кому? То есть мы должны быть, я так услышала, зависимы под текст. Правильно? С точки зрения долга, да? То есть если человек будет зависим, то он будет что-то делать. Он должен. Не согласна. Я всегда говорю, я никому ничего не должна. Я обязана своих детей воспитать для совершеннолетия. Не просто воспитать, а воспитать честными и порядочными людьми в обществе. Которые могли не только сами за себя постоять, да? Которые бы могли стать нормальными членами нашего общества. Не зависеть от государства. Не ходить с покатами. Не требовать, простите, повышения заработной платы. А которые могли бы сами зарабатывать на свою жизнь. Согласна со мной? Да, вот наконец пришла женщина и очень мудро за 2 минуты расставила точки на «ды». И сказала, что главное для женщины воспитание детей. Это как минимум. Это как минимум. Ну как максимум я уже дальше не буду продолжать. Поэтому я не согласна во втором выступлении, что нас ставят в зависимость. Если мы будем зависимы, то это, простите, будет как стадо баранов. Слушайте. Куда нам скажут, туда и пошли, да? Слушайте, вот я собираюсь баллотировать с президентом, продвигать автономную энергетику и летающие новые транспортные средства. И женщина, женщина получает запись в трудовую книжку и считается ее трудовым стажем. Воспитание ребенка до совершеннолетия. На самом деле ко мне это особо не относится, потому что я люблю очень свою работу. Я буду работать... Решение ли это для женщин? У вас дети есть? У меня уже совершеннолетний сын. Вот. Вы прошли этап материнства? Конечно. Более того, он сам в себя содержит с 14 лет. У меня ребенок умеет работать и зарабатывать. До 14 лет. Важно, чтобы мать была рядом? Или нужно отдавать в детские сады, школы, няни, воспитатели? Я хочу сказать, чтобы ребенок вошел без всяких проблем в наш социум, в наш мир, то детский сад обязательно... Объясню, почему. Если ребенок... Ну, на примере некоторых моих знакомых. Если ребенок будет, скажем так, жить и воспитываться в семье, только лишь не видя других, он не будет знать, как коммуникатировать с другими людьми. А это самое главное. Это разве только в детском саду дается? Сейчас огромное количество семей воспитывает в так называемых семейных детских садах. А я не говорю про семейные детские сады. Это одно. Мы не путаем одно с другим, простите. Я говорю о нормальной семье, где один, два, три ребенка, папа, мама, либо одна мама, либо один папа, которые просто только сидят дома и занимаются воспитанием детьми. Это разные вещи. И у нас, извините, не каждая семья в состоянии открыть детский дом и воспитывать детей. Я не говорю о финансовых моментах. Я говорю о элементарном образовании, моральной этике и всему остальному прочему, чему они научат детей. Понимаете, о чем это? То есть, как минимум, должно быть педагогическое образование. В детских садах наших это есть? Педагогическое образование? Мы бы давно сталкивались с детским садом, со школой. Честно, давно. Со школой года три тому назад. Надо заслушать тогда докладчиков, которые расскажут о сегодняшнем состоянии образования, и вы поймете, о чем я говорю. На самом деле, возможно. Но на самом деле, если ребенок будет воспитываться только в одной семье, мы его лишим радости общения со своими сверстниками. Это главное. Нет, индивидуальная программа. Для каждого ребенка уникальная индивидуальная программа. А можно индивидуальную программу сделать в той же самой школе, где учатся в классе 5-7 человек? Почему нет? Да. Но в государстве нет денег, поэтому мы ищем пути. Экономика изобилия, энергетика позволяет это сделать. Опять, кто будет проводить? Проводить что? Занятия. Кто будет заниматься с детьми? Дядя Басит? Ну, видите, вы сначала идею предлагаете, а потом ее оспариваешь. Но 5-7 детей в классе, это хорошо. Я говорю как вариант, если вы хотите, семейный детский дом. Естественно, мини-группы. Мини-группа. Уменьшение. Да, потому что нельзя в той же школе мини-классе. Я имела в виду, в школу не где, простите, 30-25 человек, а где в школе по 15-10-7 детей. Почему нет? Да, естественно. Но начинать надо еще с меньшего. Естественно, но возрастет нагрузка, соответственно, на финансовой тоже. То есть увеличение преподавателей, согласитесь? И не хватит учебных классов. Поэтому то, чем я занимаюсь, это нарастить бюджетную массу страны, чтобы иметь возможность оплачивать тем людям, которые занимаются воспитанием будущих поколений. Вот о чем идет речь. Я сколько не против. Вопрос как и чему. Главный вопрос. Понимаете? Как и чему. Этого соберутся педагоги, учителя. Вы, как родители, будете выбирать ту или иную школу. Это вопрос абсолютно. Главное, чтобы эти педагоги были, и у них было содержание. Они могли зарабатывать и так далее. Знаете, что я всегда говорю? Плачевно. Но медикам и педагогам, наверное, хорошим. Надо при жизни памятник оставить. Да. Согласен. Спасибо большое. Спасибо. Да. Спасибо. Вот Сергей Кибальник. Но у него мы возьмем интервью позже. Вам в двух словах понравился доклад Замира? Замира понравился. Мне, я очень жалею, что мне не удалось сказать. И я очень сожалею, что высказывали очень, ну, так сказать, люди, у которых обуревает гордыня. Таких людей вообще, я считаю, нельзя пускать к стороне. Спасибо. Дайте обратную связь. Я вот продвигаю автономную энергетику. Правильно делаю? Правильно. Или это гордыня моя? Абсолютно. Потому что, значит, самое основное, что характеризует развитие любого общества, это так называемый ЭРОЕИ. Energy Return on Energy Investments. Римская империя прекратила свое существование из-за того, что у нее вот эта ЭРОЕИ упала ниже трех. Мы сейчас находимся... То есть смысл вот такой. Если один человек будет производить энергии столько, чтобы всем хватило на сто человек, то 99 может быть писателями, художниками, возделывать сельскохозяйственные культуры и так далее. То есть мы сразу становимся свободным обществом и приблизимся к тому, что... То есть здравая идея свободной энергии. Это, я могу сказать, что это ключевая идея развития. Как Вы думаете, почему вот сколько я здесь вот выступаю на площадке Единой России, я не нахожу глаз, который слышит, о чем идет речь? Понимаю, что система против? Нет, нет. Я считаю, что просто эту идею нужно подавать в контексте. Значит, контекст, он должен быть такой понятный и, как говорится, исходить из самых таких обыкновенных человеческих чувств. Поэтому, наверное, нужно как бы подумать о том, чтобы преподносить эту идею не как саму по себе, разорванную, а именно как одну из компонентов, без которых вообще не может жить современное общество. Ну, как одну из компонентов. Да. Все, спасибо большое. Ну, дорогие друзья, смотрите, сколько собравусь народу, будет премьера кино, но нам пора бежать снимать господина Девятого. Что же снято? Субтитры сделал DimaTorzok